Всем привет! С вами канал VarioMeter.ru и я Сергей Костромитин. На прошедшей неделе компания Super Air анонсировала выпуск нового поколения подвесной системы D-Lite Super Air D-Lite 4. Новая подвесная система унаследовала преимущества предыдущего поколения, такие как задемпфированность, что делает ее идеальной подвеской в качестве первого кокона, выбор материалов, отличный материал Aquatec для кокона, который используется в таких подвесных системах, как Super Air D-Lite 3, Super Air Strike, Strike 2. Это тонкий эластичный непродуваемый материал. Также используются карбоновые сидушки, карбоновый упор для ног, трехступенчатый акселератор, то есть использованы все преимущества предыдущего поколения. Но конечно же были учтены пожелания клиентов, были внесены изменения и сейчас я расскажу, какие важные изменения были произведены в этой подвеске для ее улучшения и для того, чтобы она была более популярна. Прежде всего при первом взгляде сразу видно, что у этой подвески появился хвост, а точнее следует сказать, что эта подвеска имеет две модификации. Одна модификация спортивная с хвостом, вторая модификация классическая без хвоста. Модификация без хвоста имеет более большой багажник, чем спортивная модификация с хвостом. Второе очень важное и на самом деле не сразу заметное новшество, это протектор. Пенный протектор третьего поколения Super Delight 3 имел толщину 16 сантиметров и обеспечивал сертификационные перегрузки 41G. На новой подвеске была использована другая пена в протекторе, благодаря чему удалось достичь меньших перегрузок 38-39G при первом ударе и при этом можно было сделать меньшую толщину, то есть общая толщина протектора сейчас 12 сантиметров на 4 сантиметра меньше, чем у третьего поколения. Как я уже сказал, в случае нового протектора перегрузки первого удара составляли где-то 38-39G. Но по сертификации требуется, что через некоторое время с этим же протектором проводили второй удар и перегрузки возрастали не более чем на 20 процентов и с новым протектором он вошел в это требование сертификации. Более того, они делали даже не два, а четыре удара и все три последние удара вкладывались вот в это 20 процентное превышение. То есть перегрузка после второго, третьего или четвертого удара не превышала чем 40 плюс 20 процентов от 40, это у нас 8, то есть не больше чем 48G. Но из-за того, что применена новая пена, она меньше ужимается и поэтому для того, чтобы подвеска была компактной и складывалась, они приняли решение. Новый протектор складывается как книжка. Соответственно, у него есть полетный режим и режим упаковочный. В упаковочном режиме подвеска складывается довольно плоско и как заявил производитель, в рюкзак 90 литров вмещается подвеска Delight 4 в размере М, крыло Super Savage размера М и классический шлем какой-нибудь. То есть достигается довольно малый упаковочный объем. Какие же еще есть изменения? Кокпит имеет более большую приборную панель, на которую легко помещается несколько приборов, даже с учетом, если один из них является планшетом с диагональю 7 дюймов или Flymaster Live DS. Также под приборной панелью есть карман, куда можно разместить пауэрбанк, батареи, от которых можно вывести через специальную дырочку, канал, проводок для питания приборов на приборной панели. Кроме того, была доработана система безопасности от падения. В данном случае, благодаря этой системе, вам не удастся застегнуть кокон, если вы не застегнете эту систему безопасности. То есть, как только вы застегнули кокон, то вы уже застегнули систему безопасности, которая держит нагрузку в 450 килограмм, и вы, соответственно, не выпадете из подвески. Кроме того, изменены ремни регулировки кокона. Теперь пряжки регулировки этих ремней находятся недалеко от основного карабина. Можно легко дотянуться, подтянуть и отпустить регулировку кокона даже в полете, а не только на земле. Учитывая предыдущий опыт, было усилено днище кокона, потому что, когда вы пользуетесь акселератором, вы часто ботинком трете по днищу кокона. Поэтому снизу они положили второй слой тряпки, точно такой же ткани, которая используется у кокона. Но при этом, постепенно, когда вы протираете, эту ткань вы можете поменять. Она довольно несложно меняется. Поменяли на новую и все. Тем самым, не повреждая основной кокон. Остается балластный карман под сиденьем и в этот раз сделали два вывода, два канала для сброса жидкости. Одна, соответственно, из балласта, другая, это если вы сходили в туалет. Спинка подвески стала более жесткая. Также осталась сзади пена, которая работает как протектор, но в первую очередь работает как поддержка спины. Но она просто стала жестче. А также сделана независимая регулировка угла наклона спины и поддержки поясницы. Также был доработан и усовершенствован карман запаски и его зачиковка. Раньше по отчетам клиентов были случаи, когда из-за пользования подвеской сидение на старте на подвеске или же там заминание ее в рюкзаке, молния, которая закрывала фал запаски из-за трения могла разойтись. Ей положено размыкаться, но просто ей положено, когда происходит ввод запаски и фал ее выдергивает, а не просто в эксплуатационном режиме, когда подвеска упакована или сидишь на старте. Новая система зачиковки позволяет не расходиться этой молнии самостоятельно. И только после расчиковки запаски, когда вы дернули ручку, эта молния может расходиться. Подвесная система Супер Дилай 4 поставляется в полном комплекте, то есть туда входят карабины, акселератор, камера и ручка запаски, фал, полный комплект. Кроме того, туда прилагается ремкомплект для ремонта воздухозаборников для хвоста и для ремонта разных тканей. Для кого же предназначена эта подвеска? Для тех же пилотов, для кого и была предназначена Дилай 3. То есть это тот самый кокон, на который хорошо садиться после полетов в открытой подвеске. Это ваш первый кокон. Почему эта подвеска наиболее хорошо годится для первого кокона? Да потому что она спокойная и вы легко на нее пересаживаетесь и легко осваиваете. Но благодаря наличию спорт версии, эта подвеска за счет улучшения обтекания, уменьшения сопротивления за счет того, что появился хвост, годится и для более спортивных задач для пилотов от крыльев Б и до крыльев ИНД класса. Важной особенностью этой подвески, конечно, является то, что подвеска предоставляет полный комфорт, хорошую поддержку спины, задемпфированность, при этом хорошую управляемость, но общий вес подвески в размере М остается меньше 4 кг. Подвесная система Supair Delight 4 как в классическом виде, так и в спортивном весит 3,8 кг в размере М. Какое преимущество имеет классическая подвеска без хвоста над той подвеской, которая с хвостом? У подвески, которая без хвоста побольше основной багажник, в него легче доступ, легче паковать туда все. Поэтому, если вам не так важны летные характеристики, не так важно сопротивление подвески, насколько важно общий объем багажника, а также насколько удобно паковать вещи, то вам надо брать классическую подвеску. В скором времени эта подвесная система должна появиться у меня и я сниму подробный обзор подвесной системы Supair Delight 4 модификация Sport. Поэтому, чтобы не пропустить этот обзор, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok